МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Геннадьевич, настоящее тепло в наш регион пришло совсем недавно. А пожар у нас фиксируется уже с начала апреля. Что становится причиной возгорания? Ведь на погодные условия поднять еще рано. Буквально в этом году у нас пик пожаров в апреле пришелся на период с 4 по 7 апреля, когда наши подразделения в сутки выезжались от 60 до 120 раз. На тушение сухой травы, мусора. Это обусловлено прежде всего тем, что по окончании зимнего периода, со сходом снегов, у нас выходит растительность прошлогодняя, начинает высыхать и начинает возгораться таким образом. Верно ли, что недавний облет на вертолете сотрудников МЧС показал, не все чиновники в районах Олгоградской области добросовестно подготовились к новому пожароопасному периоду и усвоили уроки прошлогодней сентябрьской трагедии. Какие нарушения выявили в ходе облета? Да, облет территории и в том числе проверки органами госпожнадзора, сельских поселений, населенных пунктов показал, что еще очень много проблем в плане предотвращения пожаров и в плане готовности населенных пунктов к летнему пожароопасному периоду. У нас только 9 районов, даже не 9 районов, а 9 сельских поселений нашего субъекта в целом готовы к пожароопасному периоду. То есть ситуация у нас сейчас очень нестабильна в этом плане, очень, скажем так, близка к неудовлетворительной. Не все главы принимают действенные и эффективные меры и надлежащие исполняют свои полномочия в области обеспечения первичных мер. Олег Геннадьевич, с 15 мая в Волгоградской области официальное начало пожароопасного периода. Что это значит? С этого времени вводится запрет на посещение лесных массивов? Данный климатический срок подразумевает усиление мер пожарной безопасности, направленных на профилактику пожаров, как в городской, так и сельской местности. Запрета никакого, конечно, этим сроком вызвано не будет на посещение лесов, мест отдыха. Данное ограничение распространяется на период действия особого противопожарного режима. То есть существует постановление... В 2011 году вышло постановление главы администрации Волгоградской области, в котором установлен порядок критерий введения особого противопожарного режима, как на территории субъекта, так и городских и сельских поселений. Данное постановление включает в себя дополнительные мероприятия, дополнительные меры пожарной безопасности, направленные на предотвращение пожаров. В том числе ограничение въезда в леса, места общего пользования, во избежание пожаров. Еще одна важная тема. Специалисты МЧС сейчас завершают проверку детских загородных лагерей на предмет противопожарной безопасности. Ведь, как правило, они находятся в непосредственной близости к лесным массивам. Все ли оздоровительные учреждения получат паспорт готовности? На сегодняшний день мы провели проверки всех, без исключения загородных лагерей и пришкольных лагерей. Имеется нарушение. Руководителям выдано соответствующее предписание. Установлены сжатые сроки их устранения нарушений. В случае устранения акты готовности будут подписаны. В случае невыполнения предложенных мероприятий, мы будем вынуждены обратиться в органы прокуратуры для понуждения этих руководителей к выполнению предложенных мероприятий. И только после этого дети смогут заехать в лагеря для отдыха. Итак, все-таки, что бы вы сказали родителям? Можно ли смело отправлять детей в загородные лагеря? Ну, родители, прежде всего, должны провести беседы со своими детьми. В разрезе с этим я замечу, что немало пожаров у нас происходит от детской шалости с огнем. К сожалению, имеются печальные случаи гибели детей по этой причине. И немаловажная роль отводится родителям в избежании подобных ситуаций, подобных последствий. То есть родители, как первоисточник, должны, прежде всего, учить своих детей, в том числе и требованиям правил безопасности в быту и обучению элементарных мер пожарной безопасности. Ну, как не баловаться со спичками, не разводить костры. А работникам учреждений, лагерей необходимо следить за этим, прежде всего. Правила элементарные, но они как раз-таки жизненно необходимые. Безусловно. Спасибо вам за беседу. Спасибо.